МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Граждан объявила о реализации творческого проекта под названием «Раскрась фасад». На фасады зданий, не всех зданий отдельных, планируется нанести изображения, которые гармонично впишутся в городской ландшафт и будут соответствовать темам спорта, культуры, духовности и экологии. И у нас сейчас в студии непосредственно авторы, инициаторы и участники. Правильно называть? И авторы, и участники, инициаторы, и те люди, которым эта задумка пришла в голову. Арсений Кифаренко и Александр Сарыгин. Добрый день, приветствуем вас. Добрый день, добрый день. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, вообще, тема появления неких рисунков на фасадах домов, она очень актуальна в последнее время. И читаю новости из разных городов, ты видишь и конкретные работы. Это такая фишка современного искусства или что? Ну, как мне кажется, во-первых, не нужно далеко ходить, там, в соседние города, даже в нашем городе, вы наверняка знаете, на улице Менделеева у нас непосредственно Менделеев. Ну, просто если, допустим, выбирать между обычной скучной серой стеной, не несущей никакой смысловой нагрузки, кроме самой серости, то нам представляется более живо и более, ну, актуально, что ли, нанести какое-то изображение. И не просто изображение, а изображение, несущее некий такой смысловой пассажир. Чуть позже об этом поводробнее поговорим, да, про смыслы. Вообще, откуда это явление взялось, откуда пришло? Ну, я помню советские времена, когда на фасадах домов тоже и мозаики какие-то были, и год, когда дом был построен, например, это было выбито. Ну, надо было чем-то украшать скучные панельные пятиэтажки. Откуда вообще это явление? Ну, вообще, это идёт из граффити, начинается это всё из Америки, то есть на фасадах домов делали рисунки какие-то, и всё это... Всем этим начали заниматься более профессиональные художники, делать не просто шрифты какие-то, которые узнают только ребята, занимающиеся граффити, а профессиональные художники, кто делал хорошие, качественные работы, на фасадах украшая их и вписывая в дизайн, ландшафт и так далее, то есть в городскую среду все эти работы. Просто мне кажется, что в понимании обычного человека, обычного горожанина, когда говорят о том, чтобы разрисовывать фасады, сразу ассоциация возникает всевозможными какими-то непонятными надписями, которые многих беспокоят, раздражают. Или с дымкой. Или с дымкой связано. А эти надписи, они зачастую ещё и носят противозаконный, как мы знаем, характер, там реклама определённая присутствует. И тут, наверное, общественное мнение тоже надо как-то переламывать, изменять. Да, мы на самом деле с этим тоже столкнулись, даже вот на самом первом этапе согласования с жильцами. Просто, когда мы выносим идею, вот хотим расписать торец вашего дома, сразу возникают, ну вот как раз те самые вопросы, о которых вы и говорили. Что вы там хотите, да, нанести? Что это вы там? Вы там, небось, рекламу какую-то нарисуете, да? Ну да, что-то в этом роде. Как вообще родилась эта идея? То есть вот вы каким образом объединились? Большая ли у вас творческая, там, инициативная группа? Сколько вас? Что это за люди? Мы объединились на фоне одного курса личностного роста. А, ну это, кстати, такая уже для Кирова традиционная история. Традиционная история. Да, 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 уже есть такие проекты по благоустройству. Вот тут кинопарк, я помню, тоже ребята делали, да? Да, да, это ребята, которые тоже проходили этот же курс. То есть у вас задание сделать что-то для города хорошее? Да, да, объединились люди, причем из разных городов объединились люди, собрались. И у нас есть задание именно оставить положительный след от своей команды в городе Кирове. Почему именно эта идея с раскраской фасадов? У вас как-то, я не знаю, там интересы какие-то в этой сфере, не знаю, кто-то... Ну да, непосредственно я занимаюсь разрисовкой домов, помещений, зданий, всего-всего, что угодно. А, подождите, вы художник? Я художник, да. Было, я дополню просто, было на самом деле несколько идей вынесено. Да, несколько разных идей было. На голосование, то есть у нас группа, и мы в порядке голосования как раз-таки выбирали и отсеивали ненужные идеи и остановились на этой именно идее. Показалась собой лучшей. Да, потому что в Кирове достаточно много как раз-таки, как вот Александр сказал, однотипных, однообразных пятиэтажных домов, как и, в общем-то, у нас по всей России, это наследство от Советского Союза осталось. И для того, чтобы разнообразить некоторые районы, мы решили, что будет классно, если нанести какие-то яркие рисунки на фасады. То есть речь идет о типовой советской застройке, это пятиэтажки? Да, да, пятиэтажки и торцы этих домов. Вот у вас в группе и в СМИ я видела сообщение о том, что это будут четыре дома. Да, все верно, четыре дома в четырех разных районах города. По каждому району мы взяли, основных городских, и в них разместим свои работы по четырем темам, которые выбрали, которые нам кажутся довольно значимыми в социальной тематике, чтобы у людей оставался какой-то культурный отпечаток. То есть у нас, например, много рекламы, которая нарочито что-то продает, закладывает какую-то информацию людям в голову. Люди могут даже не понимать этого, но все равно об этом думают. Вот мы решили применить тот же метод, только в таком более благоприятном русле нарисовать значимые для людей, для их жизни картины, которые будут они смотреть, и как-то менять свою жизнь. Которые будут как-то откликаться. Откликаться у них, да. Я предлагаю немножко упорядочить и немножко притормозиться как-то. Мне хочется знать подробно о каждом этапе вашей работы. Вот идеи возникли, да, рассказали. Какие дальше-то шаги предпринимали? Прям пошли по городу искать самые подходящие для вас места. Это же определенное пространство должно быть, да, чтобы, не знаю, максимальное количество людей из разных точек могли видеть. А так, кстати, вы выбирали эти дома, да. Да, особенности городского ландшафта. Ну, то есть мы как сделали? Мы разделились на небольшие группы и просто как бы прочесывали город и искали такие подходящие дома, которые... Фасад, фасад подходящий. Да, фасад, фасад дома смотрит, ну, на какую-то там, либо на приезжую часть, в общем, ну, как-то просматривает. Чтобы его было видно. Да, причем не только, чтобы его было видно, чтобы он уже был подготовлен, чтобы его, например, рисунок не закрасили ремонтом через 2-3 года, чтобы он был уже более-менее в хорошем состоянии. Если это пятиэтажки, то у нас сейчас идет же вот эта история с утеплением фасадов, да, если еще панель на этой пятиэтажке. И это уже непригодная поверхность, да? Почему, наоборот? Или наоборот? Утепленная, она как раз-таки готова. А, она уже готова. То есть ее... А, утепленная и снова отштукатуренная. Отштукатуренная, да, и по этой штукатурке можно носить рисунок. Вот панельные дома также не подходят, потому что там у нас вот эти швы, которые регулярно обрабатывают, то есть там просто рисунок испортится, поэтому панельные дома сразу же отселивались. То есть это кирпич все-таки? Это либо кирпич, либо панельный дом уже утепленный. Уже утепленная, утепленная, штукатуренная. Так, пошли. Долго времени заняла. Это работа, сколько вы ходили. Вот, на самом деле, три дома мы достаточно быстро нашли, вот, но по Первомайскому району, ну, как вот, некие сложности возникли. Именно с теми домами, которые будут и просматриваться, и тоже будут отвечать тем требованиям, которые мы заложили, то есть изначально. Вот. Ну, мы, я сразу скажу просто, слушайте, мы сейчас конкретные адреса пока называть не будем, потому что согласования еще идут, в том числе согласования там с администрацией. Ну, да, есть еще стороны, администрация, собственники. Да, ну, мы можем примерно там назвать, наверное, какую-то локацию. То есть, если это Ленинский район, то это где? То это где именно? Примерно хоть представьте. Ленинский район большой. Аня живет в Ленинском районе, я живу в Ленинском районе, да. Да, это улица Красина. Это улица Красина. Если это Нововятский район, то это... Нововятский район, это советская улица у нас. У нас в районе чего там, лыжного комбината, фанерного. Так, Первомайский район, с которым вы возите. Первомайский район, это локация, значит, у нас там есть пару вариантов. Старый центр. Да, Ленина и Розы, либо где-то вот Ленина и Советская. Советская, уже которая в центре Кирова находится, да. И Октябрьский район. Октябрьский район, это Филейка. Это Филейка. Ясно. На какой стадии сейчас ваши договоренности с жильцами и вообще, как это происходило? То есть вы дом выбрали конкретный и пошли искать... Управляющую компанию. Управляющую компанию, совет дома. Пошли искать людей, да, совет дома, кто занимается этим всем, у кого есть как-то... Полномочия какие-то. Да, 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 все верно. Даже сложно представить, как строилось это общение. Здрасте, мы тут это, как бы вам сказать. Ходим ваш дом разрисовать. Нет, на самом деле проще. Я лично тоже ходил. Причем я заходил в такой дом, вот в Первомайском районе, там нет у них ни совета дома. То есть управляющая компания в тот момент, когда я ходил, она уже была закрыта. То есть я просто ждал у подъезда, никаких вывесок снаружи почему-то не было у того дома, вот, ну, то есть кто там что обслуживает. И просто житель шел, и я говорю, кто у вас тут, ну, вообще какой-то совет дома есть. Она говорит, что совета дома нет, но если вот там мужчина живет на третьем этаже, то есть подойдите к нему, он вроде бы как-то связан здесь с управлением. Ну, я не растерялся, пошел к этому мужчине, он действительно как-то связан, он сказал, что там пока у нас нет ни совета дома, ничего. Ну, идею ему, в общем, предложил. Сначала у него округлились глаза. А вы сразу с какими-то материалами пошли, сразу показывать, да? Презентация. Да, собственно, что вы хотите видеть, да. В обязательном порядке у нас есть презентация распечатанная, все, мы показываем, что мы хотим разместить, где мы хотим разместить. Цели проекта, там все прописано, то есть не только картинки, еще и текстовая часть. Есть и рисунки те, которые хотят. И рисунки, да, сами фасады, уже есть визуализация того, как это будет выглядеть в результате. То есть потихоньку-потихоньку вышли, собственно, на организации, которые отвечают за содержание этих домов. Да, да. Я просто не знаю, мне кажется, что с жителями вот сложнее всего, наверное, было договориться. У вас как-то, ну, это регламентировано как-то? То есть вы какое-то количество подписей должны были собрать, насколько я понимаю, это большую часть, да? Да, да, все верно. Больше 50% жителей должны согласиться, тогда будет принято согласование. Для жителей эта история бесплатная, то есть жители дома за это ничего не платят. Да, кстати, один из первых вопросов, которые задают жители, за чей счет будет делаться, он заплатит за это. Да, да, вот. Естественно, в первую очередь мы согласуем с жильцами, с владельцами, а дальше уже к администрации, то есть путь лежит. С администрацией сейчас на какой стадии переговор? То есть они вам какую-то бумагу уже подписали или должны что-то согласовать еще? Еще нет, еще в некоторых домах у нас еще даже на стадии вот согласования с жильцами, потому что мнения немножко разнятся, и там, ну, то есть собирается совет, который будет как раз урегулировать, потому что общий как бы посев сделан такой информацией, и мнение немножко... А в чем, в чем камень-то преткновения заключается? Да и судок не нравится, и не хотят просто, чтобы ремонтные работы есть. На самом деле не ясно, то есть те люди, которые нам дают обратную связь, они как раз-таки за то, чтобы... Ну, говорят, но среди нас есть такие люди... Которые против. Да. Вот мы будем сейчас с ними как-то урегулировать. Управляющие компании все только за... ну, то есть это интересно, это свежо. Да, согласимся, для нашего города это достаточно необычно. Есть ли какие-то планы по тому, что будет потом? Ну, то есть вот это, мне кажется, тоже одна из причин, по которой жители могут сомневаться. То есть рисунок будет нанесен, но ведь он через какое-то время, наверное, нуждаться будет, ну, в неком ремонте, не знаю, там, подновлении каком-то. Это будет делать уже, я так понимаю, управляющая компания. Или вы так далеко не заглядываете? Ну, рисунок может провисеть спокойно лет пять без всяких... Но вы как художник, какая гарантия дается? Есть ли вообще, уместно ли вообще использовать слово гарантия? Да, 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 пять лет вполне спокойно. Пять лет вот это будет все четко, хорошо там. Мы будем использовать ближе к низу однотонные цвета, чтобы местные художники, которые захотят приобщиться к этому рисунку, скорее всего, нанесут какие-то надписи, чтобы можно было закрасить в один цвет, и это не выделялось сильно, никаких квадратов там не было. А, подремонтировать. Да, могли подремонтировать сами там управляющие компании, какие-то же кахашники, вот. То есть мы этот момент тоже продумали. А сама краска, в принципе, провисит долго, она, ну, будем использовать качественные материалы. Если говорить про рисунки, они уже выбраны. Вы говорите, что есть презентация, есть визуализация. По какому принципу вы их отбирали? Вы как-то привязывались к территории, там, вот, условно, на филейке, например, что будет? На филейке у нас будет изображен сноубордист. Нарисуем сноубордиста. Это из-за склона? Из-за склона, да, потому что там несколько склонов, и как раз-таки район благоприятен для этой тематики. Мы решили, что там самое место будет этому персонажу. Не просто сноубордиста, он куда-то, как вы сказали, до эфира. И едет. Уезжает в закат. Финальная точка очень красивая такая для любого. Там посыл, на самом деле, каждый рисунок, ну, кроме одного, правда, у нас такой речевочкой, ну, как бы неким девизом оснащен будет, вот. И там у нас будет написано «Солнцу навстречу», то есть, ну, то есть, занимайтесь спортом, и все у вас будет в жизни хорошо. Вот такой подтекст. Вот. А почему именно сноубордист? Среди нас, то есть, в нашей вот инициативной группе есть... В вашей тусовке, если говорить. Да, да. Есть как раз тренер по сноуборду, и он нам всем, как бы, донес ценность и важность именно этого спорта. Это молодой развивающийся спорт. Вот, поэтому мы решили, а почему бы и нет, и выглядит, ну, очень живо и интересно. Так, поставь дыборайону. Ну, кстати, да. Если там привязка какая-то. Просто свое отношение, я зимой частенько мы на автомобиле ездим. По городу? Нет, я имею в виду туда, на Филейскую гору. Я вижу большое количество сноубордистов, там ребят с удовольствием катаются. Ну, да, для того места это очень актуально, да. Именно такие мотивы. Изначально вообще у нас проект задумывался, была одна идея, нарисовать взорванный храм Александра Невский собор, который был вместо филармонии. А, то есть это речь тогда об одном? Об одном, да, да. Мы начали с этого размышлять. И вот один из рисунков, который будет нанесен, это собор. Как раз мы его хотим где-нибудь в центре расположить, поближе к месту историческому, где он размышлялся. То есть это, простите, я уточню, не взорванный собор, а собор, тот, который стоял. Стоял, да. Сначала Александра Невского собора. Да, да, просто если бы изобразить взорванный собор, это бы бродило такую бурю обсуждения. Да, да, да. Ужас. Согласен, согласен. Хотим на нем расположить еще QR-код, чтобы люди могли считать его и перейти на ссылку историческую. Где прочитать? Да, узнать информацию по этому собору, как-то тоже просветиться в некотором смысле. Ну, это же все, в любом случае, это же культурное наследие, это же было. То есть это же было тоже, и это было тоже на народные средства все сделано, создано. Ну, естественно, как бы, почему бы и не напомнить людям. Так, это Первомайский район, да? Ну, раз ближе к центру, то скорее всего, да. Да, Роза-Люксембург, мы говорили, да, в этом районе. Да, Легидо, Роза-Люксембург, Советская. Так, у нас еще Красида и Дововятск. Да, вот еще две темы мы тоже выбрали, это экология и это семейные ценности. Вот, в Нововятске мы решили тоже методом голосования разместить как раз-таки семейные ценности. Там такая семья, то есть папа-мама, отец. Два ребенка? Да, 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 то есть два ребенка, тоже все это красиво оформлено, тоже на фоне солнца, вот. И тоже приписочка там, возьми свое будущее за руку, то есть о том, что, ну, как важно на самом деле уделять внимание детям и вообще своему будущему в целом. Вот, а что касается у нас Ленинского района, то там мы на экологическую... Не Ленинского уже, получается. Нет, нет, это Нововятске, а сейчас Ленинский. Это Нововятске, это Красина, Красина, да. Да, 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 а на Красина вот экологическая тема, то есть там у нас изображены ладони, на которых кусок некой земли и будут... Тоже дерево растет и будет понятие. Он такой зелененький, я видела. Ребята показывали небольшое изображение, но надо сказать, что у проекта есть группа ВКонтакте, да, страничка ВКонтакте. Раскрасть фасад, так и можно найти. Да, с хэштегом «Раскрасть фасад» можно найти, и там вся информация по поводу рисунков и по поводу того, как можно поучаствовать в этом проекте. Можно поучаствовать, вложив свой труд, либо средства, я так понимаю, либо какие-то материалы. Да, предоставить материалы, может быть, техническую часть, там, например, если у кого-то есть автовышка, может помочь в этом во всем, или леса строительные. Может быть, лакокрасочные материалы, может быть, кто-то из жильцов, кто нас слушает, захочет на своем здании, например, в центре расположить храм, о котором мы говорим. Тоже может каким-то образом отметиться. В общем, все возможные варианты участия. Ну и, естественно, финансовая поддержка тоже нам очень важна. Так, давайте еще поподробнее поговорим, да, вот именно об этих мотивах, которые вы собираетесь изобразить на фасадах. Как вы сказали, Александр, был конкурс, да, прям конкурсный отбор, то есть было несколько вариантов на каждый объект рисунка. И это группа, группа ваших голосованов. Или был конкретный уже рисунок, который под конкретный адрес создавался. Нет, мы изначально было просто, мы выбрали четыре темы, потом, ну, как-то так получилось, что мы вспомнили, что у нас четыре района. То есть, а почему бы нам не попробовать, ну, какие-то... Все-таки четыре сделать. Да, да, четыре разные тематики. И вот начали с тематик, потом на каждую тематику мы набрали изображений, то есть сделали такой тоже отсев, вот, и восстановились на нынешних изображениях, которые можно посмотреть как раз там. Ну, такой, довольно такой, я бы сказал, нестандартный ассоциативный ряд. Нововятск, семья. А почему, почему нестандартный? Да, вот смотри, знаешь, это массовая застройка, потому что, в общем, жилищные сейчас не покупают молодые семьи. Если Ленинский район, у меня сразу Владимир Ильич сразу приходит на ум, почему бы как-то его в современной обстановке не изобразить, да, там, хмуро взирающим на действительность. Да, за него жильцы бы точно не проголосовали. Почему именно такой ассоциативный вариант? В общем, на самом деле, лично я изначально предлагал в Нововятском районе сделать экологическую тему. Вот, я даже думал, что ближе. Потому что, ну, как я размышлял, то есть, вроде бы река здесь вдоль, ну, как-то всё, природа, да, 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 да. Но всё это, ну, на самом деле, как это было сказать-то, изменилось, да, в моём мышлении, когда мы начали с ребятами проговаривать этот вопрос. Ведь там, на самом деле, с экологией-то всё более-менее стабильно относительно, допустим, этого. То есть им не нужно задумываться о том, чтобы беречь. Ну, не то, чтобы не нужно, но не так. Да, то есть там люди, ну, по крайней мере, там местные ребята нам говорят, что там люди пьют воду из-под крана, и это, ну, вроде как никто не умеет. Взятские свои скважины, да, там у них не извязки води, водичка. Нет, у них много площадок такого природного характера, где можно время проводить. Да, 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 ну, то есть какое-то взаимодействие с природой, с экологией у них как-то более плотно выстроено. Поэтому мы и решили, что, ну, там, красное на красном, это как-то, ну, не очень видно. И поменяли местами просто. Что касается филейки, то там вообще вопрос не стоял. Филейки ведь не только с новым бородистом. Филейка исторически славится серьёзными ребятами, которые разговаривают коротко и ясно. За это бы тоже жильцы не проголосовали. Да. Ну, кто знает, может, с новым бородист как раз такой парень. Кстати, да, разговаривает коротко и ясно, но занимается спортом. Да, Арсений, вы художник, да, вы сказали, вы непосредственно создавали, то есть речь сначала идёт об эскизах, да, вот этих рисунков будущих больших. Мы подбирали эти картинки, да. А что значит подбирали? Искали в интернете, искали в интернете, да, подходящие какие-то образы. На дизайнерских сайтах. Да, на дизайнерских сайтах, и их частично дорабатывали, авторская доработка, чтобы... А у вас не будет потом проблемы с авторскими правами? Мне так казалось, что вы с нуля прям создавали эти картинки, там, по мотивам увиденного чего-то. Нет, нет, мы именно выбрали уже готовые рисунки. Не думаю, что будут у нас какие-то проблемы с авторским правом, потому что картинки в общественном доступе... Да, в общественном доступе, то есть это для коммерческого использования, поэтому... Да, да, а те, кто для коммерческого использования, не ставят всегда водяные знаки, чтобы эти картинки покупались. Нет этого штампика, да, что это всё-таки привязано к какому-то конкретному автору. И вот взяли их, частично доработали, где-то что-то докрутили, добавили слоганов, как вот Александр сказал, и всё, сделали из этого презентацию. Вот там одно из требований к изображениям, видимо, возможностей их масштабирования. Всё-таки фасад дома — это огромное пространство, да, и возможность действительно почувствовать всю эту глубину к некоему расстоянию. Соответственно, картинка нужна такая, чтобы она раскрыла себя максимально, да, раскрыла себя максимально вот на таком, да, пространстве. А это, кстати, фасад, он, ну, тут торец дома, он без окон, да? Да, 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 без окон, да, глухой фасад. Нет, ну, были бы окна, конечно, можно было бы вписать какой-нибудь рисунок, какое-нибудь животное изобразительное с глазами в виде окон. Я сейчас просто подумала насчёт окон, я думаю, вот, наверное, жители, кто против, высказывается, если бы были окна, то понятно, что это жители тех квартир, вокруг которых будут сдавать художники. Ну да, такие дома мы не рассматривали. А возникали вопросы от жителей, с которыми вы общались, от представителей управляющих организаций, ну, вот вы показали им презентацию, они захотели это вживую посмотреть. Там, ребята, а покажите, где вы уже рисовали, где этот фасад, куда сходить? Мы просто напоминали вообще в целом об этой концепции, то есть, опять же, у нас есть в Новоавиадске, как мы едем из Новоавиадска сюда, там, на повороте, да, на объездную, то есть на военную тематику. А ещё один там у нас в Новоавиадске, опять же, есть там на трудовую тематику, на Менделеев. Ну, то есть, вот, да, вот масштаб, вот картинка, вот, ну, если немножко воображения есть, вот, смотрите, вот предлагаем вам нанести вот это. Ну, в этом ведь есть некий выигрыш, в любом случае, это же как некая достопримечательность. Ну, по крайней мере, количество фотографий с этим домом прямо увеличится. Дом, где тоже так кажется. Ну, и просто как ориентир, что люди будут встречаться, давай, где встретимся, вот, у этого дома, там, со сноубордистом или ещё с кем-то, то есть, это станет такой мякой. Да. И даже, ну, это, конечно, предположение, но цена за квадратный метр может вырасти. А это, кстати, не исключено. Кстати, да, привлекательность, да, именно этого дома в качестве объекта будущего жилья, да. Ну, мы не можем написать про Кировский дом, продаётся квартира в доме Пашкова, например, да. Почему мы? Поэтому будем писать, продаётся квартира в доме со сноубордистом. Сроки себе сейчас какие вы ставите? Вы сказали, что этап согласования ещё не завершён. Где-то такие вихляния, да, туда-сюда, то ли за, то ли против. Всё-таки вы ведь в течение ближайшего тёплого сезона хотите всё это реализовать, да? То есть, эти при этом. У вас строгий тайминг какой-то должен быть отмечен. Да, да, да. Мы поставили себе цель, то есть, ну, завершить вообще этот весь общественный проект в течение двух месяцев ближайших. То есть, июль, получается, да? Да, да, да. Сейчас активно ведётся как раз сбор средств, вот, и все согласования и прочее. Как только будет первое разрешение получено, уже прямо утверждено, мы сразу приступаем к росписи первого фасада. Не возникали ли сложности у вас с жителями, когда вы показывали вот эту вот выбранную картинку, они говорят, а мы не хотим такое, мы хотим что-нибудь другое? Были и такие случаи, тоже были предложения, но это такие единичные случаи, то есть, ну, как бы. Частные. Да, вот у вас есть совет, ну, то есть, там, вы можете всё это тоже обсудить. То есть, людей, понятное дело, очень много, мнений тоже очень много, всем просто, ну, физически невозможно. Да, вот здесь вот цвет не понравился, вот здесь вот рука у мальчика не понравилась, ну, что-то вот. Главное, чтобы отзывалось, ну, в целом, и если мы сумеем донести, а мы и сумели донести до жильцов, до владельцев, да, вот, ну, основной посыл, тогда уже, как бы, все остальные нюансы, они стираются, то есть, и люди готовы. С кем проще общаться? С молодыми? С пожилыми? Ну, там, кстати говоря, вот всё-таки пятиэтажки, это же, ну, не знаю, может, это такое распространённое заблуждение, но пятиэтажки, это чаще всё-таки дома, в котором, ну, много старшего года живут. Многие возрастные люди, да, бабушки, дедушки. Вот я не заметил я лично какой-то такой строгой, строгого распределения по возрастам, то есть, ну, видимо, всё равно ум у всех разный, то есть, и бабушки бывают очень за прогресс, и молодые люди бывают против, типа, что тут нам вы такое сейчас напишите, то есть, ну, тут нет какой-то такой строгой градации. Ну, просто мы, когда вот выходим, проводим опросы, да, на какую-то определённую тему для программы «Наше народное мнение», мне кажется, молодёжь, она охотнее как-то откликается вот на... На какие-то новинки такие, да? Ну, да, на современные вещи, люди более старшего возраста... Более консервативные. Либо сразу отрицательные высказывают отношения, либо просто проходят мимо, и... Ну, очень трудно их вывести на разговор. Это ведь в целом, да, у нас такой менталитет у людей, вот, молодёжь, она, ясное дело, она уже немножко в другой информационной среде, то есть, они более открыты к общению, к чему-то новому, в любом случае. Ну, и в целом, взрослые люди, они уже, они закостенелы зачастую, то есть, им нравится то, что их всё устраивает, и как-то сдвигаться им гораздо сложнее, а молодёжь более, как такая, коммуникабельная в этом плане. Чуть позже, я думаю, уже после рекламы мы поговорим о технической стороне вопроса, то есть, как непосредственно это всё будет реализовываться. А я хотела ещё про согласование спросить. Чуть позже, да. Про администрацию хотела спросить, вообще есть какие-то правила, нормативы, регламенты по поводу выбираемых вами материалов, это раз. И вторая история, это история с тем, кто будет производить работы. То есть, вы подрядчиков будете сами искать, как я понимаю, да? Или как-то вы вынуждены договариваться с администрацией, или вы сами будете это делать? Используя альпинистское оборудование, туда отправить всё. Не альпинистское оборудование, это будут либо вышки, либо леса. А, вышки. Да, будем делать самостоятельно, разрисовывать их. Также привлекать художников, которые есть в городе здесь, кто тоже занимается этим. То есть, у нас такая коллаборация. А техника безопасности как? Техника безопасности. Да, да, конечно, люди должны быть со строительным образованием, то есть, как, с разрешением для высотных работ. Да, да, всё верно. То есть, этим людям тоже можно вам писать в группу, если они готовы поучаствовать? Ну, если они художники, да, и у них есть разрешение вполне. Я ещё не могу понять, со стороны жителей, со стороны управляющих компаний, это понятно, от администрации-то что именно требуется, какого разрешения? У нас есть правила внешнего благоустройства, которые, если не ошибаюсь, запрещают у нас наносить чего-то там на фасады домов. В общем, граффити запрещено в любом виде. То есть, какое-то исключение официальное должно быть сделано. Чтобы было согласование от них, да. Умага официальная, что вот, да, такой-то конкретной группе людей на основании того-то разрешено по таким-то адресам заняться вот этим. Да, да, да. Да, всё верно. Именно так. Это нам важно для того, чтобы и люди больше доверяли нашему проекту, потому что, ну, когда идёт согласование с администрацией, люди... Или есть разрешение какое-то подписанное, да? Да, всё верно. При этом, при всём, оно юридически не обязательно, потому что владельцем дома являются либо управляющая компания, либо сами жильцы, вот совет дома, и они решают, как вам украсить свой фасад. Вот, ну, в любой дом это коллективная собственность собственников отдельно взятых, собственно, жилых помещений, да, квартир. На рекламу я предлагаю прямо сейчас уйти. Ну, давай, бежим немножко пораньше и вернёмся, если нас звукорежиссёр отправит сейчас. Да, реклама. А не готов, я чувствую, звукорежиссёр. Может быть, звукорежиссёр нас так внимательно наш слушал, что пропустил наш призыв на паузу уйти. Ладно, ну, я думаю... На паузу информация? Не знаю, мне кажется, что радовато. Ладно, давайте мы продолжим чуть-чуть. Хорошо. Давайте тогда переходить к технической стороне вопроса. Вот, всё согласовано, всё утверждено. Что одновременно все объекты будут в работе или в зависимости от того, сколько людей наберёте, сколько? Нет, всё это будет делаться поэтапно. Поэтапно. Да, потому что, опять же, всё зависит от бюджета, от собранного. То есть у нас определённый бюджет на определённый дом. А давайте говорить, будем честными, сколько это стоит. У нас весь наш проект мы уместили в 1 миллион рублей. Каждый фасад... Четыре адреса. Четыре адреса. Мы создавили смету, такую предварительную, скажем, но близкую к реальности. А это 1 миллион рублей уж, если там прям вгрызаться. Это по нижней планке, вот ниже уже нельзя, ниже 1 миллиона уже всё не получится. А максимум там можно, наверное, и за 5, и за 10 забабахать. До бесконечности. Всё зависит от материалов и так далее, от техники. И от работы художника. От работы художника. Разный художник по-разному берёт за квадратный метр. Так. 1 миллион, то есть делим примерно пополам, по четверти миллиона рублей на один объект. Ну, довольно приличная сумма получается. Что в эту сумму входит, ну, хотя бы основное? Это как раз-таки аренда оборудования высотного. Это вышка или леса. Это аренда проектора для того, чтобы наносить рисунок, чтобы можно было сделать большой. А подождите, то есть он наносится таким образом, его транслируют, да? Его транслируют, да, в ночное время сначала, чтобы соблюсти все пропорции, чтобы он выглядел качественно. Потому что на большой поверхности довольно сложно соблюдать пропорции. Ну да, вот для меня всегда была загадка, да, когда человек работает вблизи такой площади огромной, он же не может, да, всё это охватить. Просто физически невозможно. Наносятся контуры изображения, делается раскраска такая в некотором смысле, да? И дальше уже работает, вот по этим контурам, заполняется всё это цветами, делаются объёмы, какие-то эффекты прорабатываются. Не боитесь ли вы столкнуться со сложностями в связи с тем, что сейчас не очень понятно с логистикой? Я так понимаю, что материалы у вас не все, наверное, отечественные. Да, совершенно верно. Хорошие краски, говори. Совершенно верно, хорошая краска сейчас, она сильно дорожает, поэтому... И не вся краска, ну, она ещё есть, конечно, на складах, ещё остаётся. Пока ещё осталась, да? А для этих целей вообще специфическая какая-то краска используется? Ну, фасад для этого, что... Есть в баллончиках специальная краска для уличных работ. Граффити. Для граффити, да, всё верно. Со стойким пигментом, с хорошей палитрой, с яркими цветами, то есть с определённым давлением, клапаном, там много всяких характеристик у них. Вот, производится она в Германии. А в Германии, а доступна она в Кирове? Да, в Кирове есть, в Кирове есть. В Кирове есть, в Кирове нет, есть специализированный, вот, в авто... Это наш звукорежиссёр. Да, 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 говорит, что на рекламу сейчас можно сводить. Да, 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 я понял. Есть несколько магазинов, где здесь продаётся, но палитра здесь не такая большая, поэтому мы рассматриваем вариант, чтобы заказать, например, из Москвы эти материалы. Привезти. Привезти, да. Там будет и дешевле в некотором смысле, потому что там ценник немножко... Ну, получится сэкономить на некой вот барже, да? Да, ну, и даже не то, что сэкономить, просто будет больше диапазон возможностей. То есть мы больше краски можем привести, разные цвета, разные оттенки. Чем больше оттенков, тем более качественное изображение. Понятно. Господи, если это в литрах мерить, сколько литров краски или килограммов краски надо на фасад? А вы считали, кстати? Ну, так, чтобы для людей было понятно, вот они делают внутри дома квартиры у себя, ремонтик, там, одной баночкой обходятся, а тут сколько надо краски для того, чтобы фасад... В аэрозолях, смотрите, приблизительно 400 миллилитров аэрозоль хватает на один квадратный метр, а фасад пятиэтажки приблизительно 100 квадратных метров. Ну, то есть... 100 баллончиков примерно. 100 баллончиков, скажем. Да, 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 где-то 40 литров краски на один фасад, это только баллончиками, если именно баллончиками делать. Но мы используем смешанную технику, разнообразные материалы, поэтому... Ну, что, на рекламу пойдем? На рекламу убежим и вернемся. Продолжаем наш разговор. У нас в гостях Арсений Кифаренко и Александр Сарыгин. Говорим мы о проекте под названием «Раскрась фасад» в течение двух ближайших месяцев. Четыре пятиэтажки, вернее, не полностью пятиэтажки, а одной из торцевых, да? Боковые, боковые стороны. Боковых стен, да, появятся изображения. Мы уже их перечислили. На филейке это будет сноубордист, уезжающий в закат. В Нововятске это будет семейная тематика, семья с ребенком. С двумя дитями. Да, экологическая тематика будет, напоминаете мне, на Крайнинском районе, да, и Первомайский район. Это у нас будет Александр-Невский собор. Александр-Невский собор. Все прекрасно помним, что ранее располагался он на месте, где сейчас располагается ребятская филармония. Да, все эти рисунки, все изображения можно увидеть в группе «Раскрась фасад» ВКонтакте. Мы всех слушателей туда отправляем. Там же, собственно, контактная информация, как можно связаться с участниками проекта, помочь. Если вы хотите помочь, поучаствовать каким-то образом, да, если вы можете помочь материалами, либо финансовыми средствами, потому что это история абсолютно общественная, да, никто не финансирует. Любой, любой вклад, просто, ну, скажу тут пару слов от себя. Некоторые люди, к которым мы обращаемся за поддержкой, они себе представляют, ну, как бы, вклад в благотворительность. Это, ну, какие-то там серьезные суммы, и для них это барьер сразу же. Абсолютно нет никаких... Где, типа, денег нет? Нет у меня 100 тысяч, для вас, они говорят, да? Ну, то есть абсолютно никаких ограничений нет. Каждый помогает, ну, в силу своих возможностей. То есть комфортной, комфортной суммой там или... Я добавлю, у нас недавно на счет поступил один рубль. Нам помогли одним рублем. Ну, кто сколько смог, видимо. Любая сумма нам вполне... Остановились, да, на основных тратах. Краска, материалы, это основное, да? Да, краска, материалы и техническая составляющая. Аренды оборудования. Аренды унижки довольно затратные, и аренда проектора стоит... А оплата труда непосредственно? Оплата труда, да, тоже закладывается. Тоже закладывается. Мы рассчитали приблизительно по 1000 рублей за квадратный метр. 1000 рублей за квадратный метр. Это для художников, да? Да, для художников, все верно. Собственно, уже есть договоренность какая-то на данный-то момент. С конкретными художниками. Команда какая-то творческая, сформированная? Вы сами будете заниматься? Да, буду самостоятельно заниматься. Есть ребята, которые будут помогать. Есть еще один художник местный Кировский. Вот он делал несколько фасадов. Он тоже готов принять участие в этом во всем. Так что команда художников есть. Это ведь в том числе и наработка навыков соответствующих, да, для последующих работ. Конечно, это же портфолио. Да, портфолио. Все верно. Вот один из ребят, мы вчера как раз общались, молодой парниша, 18 лет, он как раз обучается в художественном лицее здесь, и вот он будет у нас под мастерьем помогать делать это все. Как раз для него это будет большой такой опытный скачок. Слушайте, а мне кажется, для учеников каких-то образовательных учреждений это даже может быть какой-то курсовой работой или еще чем-то. Я не знаю, у них там есть сейчас курсовые работы. Это было бы отлично, да, провести такую работу. Опять же опыт, да. Опыт, да, чтобы передать опыт. Но у нас есть сроки, и обучать молодых ребят, это довольно затратно по времени. По времени, да. Ну, кстати, я не думаю, что у нас вообще и по стране там много таких специалистов. Их, наверное, не так уж и. Ну, те, которые могут на фасаде действительно работать. Наверное, около сотни человек. Около сотни, да, на всю страну, многомиллионную. И это, наверное, такая закрытая такая тусовка, где многие знают друг друга из разных городов, кто где работает. Может быть, из других городов будет желание кого-то пригласить. Здесь есть тоже ребята, которые приглашают стрит-арт-артистов с других городов, с Санкт-Петербурга, с Казани. Вот с ними сейчас тоже работаем по этому поводу. Возможно, да, кто-то приедет тоже поработать. Сколько по времени занимает, кстати, работа над одним фасадом? От двух суток до недели. То есть в зависимости от сложности. За два дня? Я думал, минимум месяц надо это. Ну, все от сложности зависит. Доводить до ума. Все от сложности зависит. Как приложиться. Ну, естественно, когда, дай бог, это все стартует, вы будете работу подробно освещать. Да, будем освещать. Да, да, у нас будет каждый ежедневный отчет с этапами работ, что мы делаем, как все происходит. Возможно, видеоотчеты тоже будут. То есть максимально будем все это предоставлять, все отчетность людям. А потом торжественное открытие, покрывало. Оно падает так эротично. Телевидение, в любом случае телевидение этот момент осветит, потому что оно тоже заинтересовано. У вас с кем-то из коллег наших есть договоренности, да, с каким-то из телеканалов? Да, да, с несколькими. Ну, клево было, если бы серия там... Глава администрации приезжает, развязает ленточку. Как раз накануне выборов в городскую думу, как раз там избирательная компания начнется. Ну, клево было бы, если бы, да, хорошие классные видео были сделаны, даже серию видей, да, что-то вроде там промо-роликов, там, с квадрокоптера, съемки с разных углов, с разных ракурсов, осветить вашу работу. Ну, как в качестве идей, да, предложения. Ну, да, это интересное видео будет и для нас, чтобы осветить весь процесс, и для тех, кто будет снимать, потому что не так много таких мероприятий в городе происходит. Это такие довольно ценные видеоматериалы. И для тех, кто, может быть, вам последует. Я так понимаю, что, может быть, ведь окажется так, что соседние дома посмотрят вот на это и скажут, а мы тоже хотим, например. И станет наш город просто картиной галереи. Галерея на фасадах домов. Неплохо бы, наверное, было. И переименуем Киров в Третьяков. И даже там встанет вопрос, а какие еще можно мотивы, потому что вроде все уже перебрали, да, уже как-то. Никто же не запрещает. Рядом с картинкой экологической в Ленинском районе, например, картинку семьи, да, рисунок семьи изобразить на соседнем доме. Пару минут у нас еще есть, ну, чуть побольше, может быть. Это единственный проект, который вы в этом году будете реализовывать. Да, 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 сейчас весь фокус нашего внимания только на нем. То есть вот важно довести его до завершения и представить не, как это называется, неравнодушной публике, которая приняла участие, и тем, кто не принял участие, то есть показать, что это возможно, возможно делать что-то своими руками при помощи поддержки обычных горожан. А если говорить о более далекой перспективе, мысли, идеи, которые, возможно, в нашем городе могут быть реализованы, вернее, через год, два, три. Да, мог-то много в Кирове. Люди творческие, они всегда в каком-то поиске находятся, и эти мысли так или иначе в голове роятся. Нет, ну, конечно, планы наполеоновские, но не будем пока об этом. Я думаю, что важно разобраться сначала с тем, что мы уже Нет, ну, понятное дело, что, да, каков будет результат, это будет серьезным стимулом для того, чтобы продолжать работу, да, если результат будет максимально положительный, либо какую-то работу над ошибками, да, проводить и по-новому выстраивать концепции, в том числе договоренности достигать и так далее. Я у вас в группе, кстати, видела уже вот эти вот благодарности, но я так понимаю, что это тоже условия там вот таких проектов, вы пишете каждый раз о тех людях, которые там, да, как-то вам помогли. Условия никакие. Нет, нет такого, то есть это не обязательно. Это мы сами от себя делаем, потому что мы действительно благодарны тем людям, которые не проходят мимо, не воротят носом, то есть, ну, они неравнодушны, они готовы вкладывать собственные средства в украшение города. Эта информация, она будет только у вас в группе, или она как-то еще будет где-то доступна? Ну, некий отчет, да? Не знаю, авторство художников, может быть, где-то там подписано будет внизу, да, кто, какие художники это делали на каждом рисунке. Ну, да, да, на любом рисунке, конечно, каждый художник обычно расписывается, оставляет свой автограф. По поводу благодарности, это хорошая идея, на самом деле, распространить эту информацию, может быть, как раз-таки с ребятами из телевидения договориться, чтобы тех, кто поучаствовал в этом проекте, их имена или фотографии осветили как-то, мне кажется, вполне достойно. Ну, и в группе у вас они все будут, то есть это список просто будет, да, кто помог. Это очень здорово, потому что такое количество людей и компаний уже есть. А сколько у вас, кстати, сейчас вот тех, кто присоединился к вашему проекту, именно, ну, я понимаю, что точно не сказать. Ой, не знаю. Ну, немало, немало. Немало, да. Ну, не знаю, ну, больше, наверное, скажите, там, двухсот людей. Больше двухсот человек уже, да? Да, может быть, точно, да. И уже под завершение нашей беседы, чтобы четко вот сейчас сказать, кто на данный момент, чья помощь вам конкретно требуется. Сейчас не трогаем финансовую сторону, да. Если говорить про специалистов, да. Что именно сейчас вам требуется? Чтобы услышали люди, возможно, да. Самое важное, это административный ресурс. Административный. Да, чтобы была поддержка именно у городского управления. Это самое важное для нас. Важно еще найти человека с автовышкой. Это тоже очень такой... Ну, тех, кто готов поддержать. Да, тех, кто готов поддержать. С техникой. И по поводу техники, вот, как я уже говорил, с проектором. Важно найти людей, кто занимается проекторами, проекциями в городе. Может быть, какими-то ивентами, еще что-то. У кого есть техника сама по себе, чтобы можно было взять в аренду. Это, видимо, какой-то небытовой проектор должен быть. Да, да. Не тот, который на семинарах там изображение транслирует на листочек. С большой, ну, с мощной лампой. С хорошей степенью, наверное, разрешение. Да, я не знаю, как правильно это назвать. Ну, короткофокусные они называются. Они с небольшого расстояния освещают большую площадь. Могут осветить. Вот. Опять-таки, повторюсь, может быть, магазины, которые предоставляют лакокрасочные материалы, продают. Вот, было бы отлично, если бы поспособствовали этому проекту. Будет здорово. Когда вы говорили про леса, я подумала, что, наверное, было бы неплохо с кем-то, кто деревом занимается. Вам посотрудничать. Леса строительные, а металлические. Нет, леса металлические, да. Могут быть они металлические. Да, они только металлические. Это сборные конструкции. Есть у них специальные такие собирающиеся вышки на колесиках. Крепежи, они крепятся еще. Да, да, да. Они быстро собираются, довольно легкие и надежные. То есть, они выдерживают большое напряжение на себе. Вот. Тоже будет полезна такая помощь. Очень кстати. Ну что ж, удачи. Да, на этом мы завершаем, я уже смотрю, на время нашей беседы. Еще раз напоминаем, где вас можно найти. В контакте группа «Раскрасть фасад» по хэштегу. Да, «Раскрасть фасад» по хэштегу. Ваши контакты там все имеются. Так что те, кто сейчас услышал всю эту информацию, которую мы предоставили, надеемся, что откликнутся и каким-то образом поучаствуют в судьбе. Ну, я могу сказать, что у нас телефоны, и телефоны ребят есть. Если вдруг кто-то не очень дружит с интернетом, но слышит наш эфир, хочет помочь, пожалуйста, обращайтесь. Мы вас с участниками нашего эфира свяжем. Благодарю вас. Спасибо. Александр Сарыгин, Арсений Кефаренко. Всего доброго, удачи. До свидания. До свидания. Да, всего доброго. До свидания.